Это программа вообще CryptoUnit, она реализация знаний Академии частного инвестора на практике, которую ждали вообще на самом деле 90% человек. И сейчас мы будем с ней разбираться, потому что есть несколько недопониманий, может быть, у партнеров, либо у новеньких людей. И давайте все-таки посмотрим, что это такое. То есть вообще CryptoUnit, когда люди слышат крипто, почему-то подразумевает сразу криптовалюту. То есть еще раз хочу повториться, что CryptoUnit это не криптовалюта, это название программы. То есть программа позволяет стать совладельцем глобального инвестиционного портфеля, который работает во всех сегментах и секторах интернета. Сбалансированный портфель необходим где-то минимум миллион долларов, чтобы создать портфель и разместить свои средства вот в этих всех направлениях. Скажите, пожалуйста, у кого есть миллион долларов вот прямо сейчас, чтобы самостоятельно это сделать? У кого есть знания и опыт, чтобы это самостоятельно сейчас взять и сделать? И кто, может быть, кто-то с меньшими суммами начинал? То есть у многих, ну то есть если взять те, кто слушает наш сейчас, то я практически уверен, что ни у кого сейчас из-за наших слушателей миллиона долларов дома не лежит, либо на счетах нет. Но тем не менее наша компания и программа CryptoUnit позволяет абсолютно любому человеку участвовать в таком портфеле. Представьте себе профессионалов в каждом направлении, потому что профессионал во всех направлениях, их просто не бывает, таких людей. Если кто-то заявляет себя таким, что он знает все, и он профессионал в каждом направлении, либо секторе, то это неправда. Здесь можно понимать, как это все работает, и это уже знания в академии, вы их можете получить, изучить. То есть здесь это уже касается первого правила частного инвестора, понимания, что такое инвестиции, инвестирование. Это немножко тема не сегодняшнего мастер-класса, вебинара. И поэтому вот в это все вкладываются деньги. Есть профессионалы, которые занимаются именно много-много лет в каждом из этих направлений, они помогают, либо советуют. Вот у нас есть финансовые директора Андрей Федорович, который этот портфель формирует, отбирает самые лучшие инструменты финансовые для того, чтобы мы реализовали то, для чего оно задумано. То есть самая главная миссия – это реализация программы на именно практике. И что же это такое? То есть вообще эта программа основана на блокчейне. На самом деле блокчейн – это технология. Потому что очень многие люди, которые не знакомы, они, как правило, когда слышат блокчейн, либо вот слово крипто, они это относят к криптовалютам. Но точно так же, как интернет когда-то, да, то есть интернет тоже является технологией. И на самом деле в мире очень есть много блокчейнов, они различные, то есть есть с открытым кодом. Ну, это как бы, я думаю, программисты лучше меня знают, то есть я знаю только как бы это поверхностно. То есть их больше двух тысяч. Но мы используем, то есть все слышали самые распространенные блокчейны – это блокчейн биткоина и блокчейн эфириума. А кто слышал про биткоин и эфириум? Есть такие, если слышали, поставьте двоечки в чате, если вы слышали эти слова. А если кто-то понимает, можно поставить пятерочки. Технология эфириум, она очень сильно распространилась, ее используют очень многие компании, потому что она позволяет под себя писать определенные смарт-контракты и реализация смарт-контрактов идет именно, ну, практически на эфириуме. То есть, соответственно, мы используем для своих токенов блокчейн эфириума. И это нужно понимать, то есть для чего это нужно понимать? Потому что, когда будет распределение токенов в программе CryptoUnit, то необходимо иметь определенные инструменты, либо они будут созданы нашей компанией, либо у вас уже будет, как бы, там, кошелек, который, криптовалютный кошелек, который поддерживает эфириум. И рекомендую сейчас уже с этой темой разбираться, объясню это чуть попозже, для чего это необходимо. То есть, если мы уже сейчас переходим непосредственно немножко к технологии, к токенам, то очень сильно распространенные были, то есть, вот именно, которые токены, криптовалюты, монеты, они, как правило, могут сделаться любым человеком, любой компанией. То есть, для этого не нужно сильно много денег, и, как правило, этим пользовались, особенно в 2017 году, очень серьезно пользовались компаниями, которые выходили на ICO. ICO было таким аналогом IPO, то есть, очень быстрым и легким способом, не выходя, даже не имея продукта, либо компаний, собрать деньги под реализацию какого-то проекта. И был бум, и сильный большой рост, то есть, ICO это, по сути, внутренняя какая-то единица компании. То есть, эти токены, они называются utility token, это, ну, почистная единица, внутренний балл. То есть, они не могут выходить и сравниваться, допустим, между ними нельзя поставить знак равно. То есть, это просто расчетная единица, которая что-то может получить. Есть на сегодняшний момент такая процедура, как СТО, то есть, security token offer. И это немножечко другая процедура. На самом деле, немного компаний эту уже процедуру прошли, то есть, их очень мало, этих компаний, потому что к ним предъявляют очень серьезные требования комиссия по ценным бумагам, то есть, SEC. Эту комиссию боятся, ну, вообще, в принципе, все, но она защищает инвесторов, она защищает людей, потому что рынок ICO показал негативную динамику, и сейчас у многих людей ICO ассоциируется с пирамидами, с хайпами, либо еще с чем-то. 99% ICO, ну, тут, скорее всего, да, то есть, лично мое мнение, которое я проверял, где-то полгода назад, может быть, цифра поменялась, 99% ICO, они были убыточны, и эти деньги, по сути, собственники ICO распихались себе по карманам, либо потратили непланомерно, потому что нету процедуры, собрали деньги, куда эти деньги будут расходоваться, нету четкого конкретного плана. А так как ICO – это венчурные проекты и высокорисковые проекты, то очень легко избежать ответственности. Вы же знаете, что это высокорисковый проект, что это венчурные инвестиции, а при таких инвестициях, возможно, потеря всего капитала, который вы вкладываете. То есть, об этом мы тоже обучаем Академию частного инвестора, обучаем нашей компании, есть уроки целые, как определить определенные риски и так далее. В СТО – это другая ситуация, это практически гарантия для инвесторов, что компания имеет активы, там прописывается буквально практически до копейки, что куда будут тратиться деньги, как они будут собираться, то есть, и там очень серьезные процедуры. И для крупных инвесторов, то есть, которые институциональные инвесторы, они как раз для них являются гарантией в этом, что СТО – что это очень крутая компания, которая это делает. И у них немножко другие токены. Эти токены называются Security Token, и они приравнены к определенным активам. Если взять формулировки, что такое, и сравнить, что такое Utility Token и Security Token, то мы здесь видим, что Utility Token, как я уже говорил, это внутренние единицы какой-то компании, либо любой человек, любая компания, любая игра или еще что-то могут сделать свою вот эту единицу, она может быть монетой, и как раз, как правило, они являются криптовалютами. А Security Token можно сравнить с активами, которые ценная бумага, то есть, как акция, как векси, либо еще что-то. То есть, Security Token представляет из себя актив, которым можно торговать на биржах, и у него идет классификация и приравнивается в один ряд, становится ценными бумагами. То есть, и наш токен, КРУ – это полноценная цифровая копия ценной бумаги. То есть, у нас есть в кабинете Юнит. Вот как раз Юнит – это то, что вы заводите, да, то есть, он у нас приравнен к одному доллару на сегодняшний момент, то есть, может быть, эта ситуация будет меняться. То есть, это наша внутренняя учетная единица, которой мы можем рассчитывать, и как раз она является утилитой токеном. В нашей компании, то есть, это скоро станет криптовалютой, и Юнит будет зависеть на бирже, то есть, когда на это придет время. Плановые даты, насколько я помню, я могу здесь ошибаться, или надо уточнять более точно, но если я правильно помню, что планировался Юнит выйти как криптовалюта, то есть, это может быть август-сентябрь месяц. Секьюрити токен, то есть, КРУ, то есть, мы уже это посмотрели, то есть, это полноценная цифровая копия, то есть, ее можно сравнить с индексными фондами, только в индексных фондах. То есть, получается, покупая, приобретая криптоюнит, вы становитесь совладельцем сразу всех активов в какой-то маленькой пропорции. Поэтому это, условно говоря, актив, который уже приравнен и подкреплен реальными активами, реальными бизнесами, которые есть. И эти этапы внедрения вообще всей программы делятся на три части. То есть, сейчас реализовывается первая часть, то есть, это предварительное открытие проекта, проекта, которая стартовала 30 марта, и она делится на 8 этапов. Вот с 1 июля мы перешли уже на пятый этап, и как бы планируем этот этап завершить к определенным цифрам. То есть, это вот с марта месяца по марту, то есть, мы берем от 6 до 12 месяцев, но как бы я думаю, скорее всего, мы можем 8 этапов закрыть уже к пятилетию кампании, то есть, к мероприятию. Скорее всего, это завершится. Но может быть, то есть, вот пока у нас план такой. Вторая часть, это мы внедряем обращение наших токенов, то есть, криптоюнитов, с другими фиатными криптовалютами. То есть, после получения соответствующей лицензии и соблюдения всех международных требований в данной области, после прохождения процедуры Security Token Offer, комиссии по ценным бумагам, токены будут доступны к обмену, к продажам и так далее. То есть, таким образом мы допустимся к операциям. То есть, у компании SWIG есть соглашение, которое является провайдером, имеет все необходимые лицензии, которые занимаются как раз выходом нашего криптоюнита и прохождением вот этих всех процедур. И, соответственно, третья часть, это глобальный мерчендайзинг криптоюнита, в основе которого лежат активы всех секторов. Ну, то есть, про то, что я, в принципе, говорил с самого начала. И стоимость нашего портфеля более 100 триллионов долларов. Но, как вы понимаете, я это, кстати, не говорил, что токенов будет ограниченное количество. Всего их 80 миллиардов криптоюнитов. И, получается, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2024-2028 года мы реализуем все количество криптоюнитов и создадим портфель более 200 триллионов долларов. То есть, и здесь мы можем понять, что целевая цена одного криптоюнита, которое может прийти при достижении такого портфеля, это на 1250 долларов. То есть, номинальная цена криптоюнита – 1 доллар. То есть, 1 криптоюнит сегодня равен 1 доллару. То есть, а какая рыночная стоимость будет криптоюнита? То есть, при достижении и реализации третьей части, это более 1250 долларов. Причем вы будете получать дивиденды дохода и к завершению третьей программы планируется создать на уровне оценку самого криптоюнита от 1 до 50 долларов. На сегодняшний момент диаграмма портфеля выглядит таким образом. То есть, это данные на конец месяца, то есть, на 30 июня. То есть, смотрите, у нас уже задействовано 15 сегментов. Это недвижимость, пифы, акции, скейвей, золотодобывающая компания, земля, киноиндустрия, производство алмазов, криптовалюты, то есть, сериал-майнеры, криптоматы. Много-много всего, поэтому это все пополняется. Но вот вы видите структуру портфеля. То есть, еще на очереди, еще несколько проектов и так далее. Поэтому работа ведется, и с каждым разом это будет интереснее все. И какие варианты участия в программе на пятом этапе. То есть, есть несколько пакетов. Кстати, пока я вот эти цифры сегодня записывал, они еще, на удивление, все доступны. То есть, те люди, которые хотят купить какой-то большой пакет, то есть, это еще есть эта возможность. Поэтому не упускайте свой шанс. Вы сами видите, чем больше стоимость вы приобретаете, АИП, где есть определенная программа, обучающая несколько курсов. И вам бонусом идут баллы, которые будут конвертироваться потом в криптоюнит, когда мы закончим процедуру с комиссией ценных бумаг и будем выходить уже на рынок. Криптоюнит имеет четыре вида дохода. То есть, четыре вида в самой программе можно получать. То есть, это капитальный доход, про который мы говорили, что он стоимость самого криптоюнита, то есть, целевается на 1250 долларов и более. Это дивидендный доход, то есть, потому что мы вкладываем в активы, и в основе его лежат реальные сегменты бизнеса различного, которые будут приносить определенную прибыль и деньги. То есть, есть определенная цифра, которая выделяется на выплату дивидендов. Это будет реализовано потом позже, но на программе блокчейн, и это будет, то есть, дивидендный доход будет голосованием определяться, какая сумма будет уйти на выплату. Вот. Остальные деньги, они будут идти в реинвестиции на увеличение активов и так далее. Программа лояльности будет, которая сейчас уже работает до октября 2021 года, и, соответственно, партнерская программа. Поэтому более подробно, кому это интересно, то есть, это четыре вида дохода, которые уже доступны. И на сегодняшний день хочу вернуться к слайду, то есть, ну, вот к этому. Просто хотел сказать пример, что на четвертом этапе в пакет за 8 тысяч долларов можно было получить бонусом 3 миллиона 200 тысяч баллов криптовиду. Представляете? На пятом этапе здесь в два раза меньше, но это все равно выгодно. Тем не менее, те, кто этот пакет приобрел на четвертом этапе, у него уже стоимость его токенов, стоимость его баллов и будущих токенов, она выросла в два раза. То есть, это 100%. Представляете? Поэтому здесь нужно ловить момент, ловить, как говорится, удачу за хвост и сделать так, чтобы у вас оказалось максимально возможное количество баллов криптоюнитов. И это можно сделать даже без денег, используя партнерскую программу. Потому что Федорович разработал уникальную партнерскую программу, которая за то, что вы рассказываете людям, и они приобретают определенные ИП и баллы, то вы получаете как по партнерскому вознаграждению, как юнитами, так и криптоюнитами, что позволяет увеличивать свой портфель. Это очень крутая опция. Пользуйтесь, пока она доступна. То есть, дивидендный доход мы планируем выплачивать ежемесячно. Как вы знаете, если не знаете, я вам расскажу, что обычно дивиденды выплачивают либо раз в год, бывает раз в полгода, но обычно есть два варианта, либо раз в год, либо раз в квартал. Мы планируем выплачивать дивиденды ежемесячно с момента выхода на криптобиржи через СТО. Сумма, которая будет выделяться на дивиденды, это от 8 до 35% прибыли за календарный месяц. То есть, ну и как выделяться, это я уже говорил. Хочу обратить внимание, что для тех, кто уже является, так скажем, в закрытом клубе участником и имеет уже баллы бонусные, да, то есть криптоингов есть как раз бонус по программе лояльности, который составил с первого, второго этапа это вот 177 миллионных, да, потом на третьем этапе было 94 миллиона, вот сейчас четвертый этап закрылся, это будет начисление 101 миллионного юнита. Поэтому уже по сути мы, когда начинали эту программу, мы заявляли, что выплата будет с третьего месяца, то есть на четвертый месяц будет выплата. Но получилось так, что мы очень хорошо сработали и мы уже начали выплачивать по всем этим этапам, потому что это очень круто. То есть человек, который, допустим, купил АИП определенное и получил бонусами баллы криптоинитов, он уже, допустим, 30 июня, то он уже до 10 июля может получить начисление, и какое начисление в виде бонусов вы видите. Это очень интересно. Поэтому я и говорю, что такую возможность ждали люди, 90% людей, потому что это дает участвовать в различных вариантах, в различных этапах глобальных портфелей, которые просто одному человеку недоступны, ну, никаким образом. причем управляют эту профессиональную, то есть это, условно говоря, для людей доверительного управления деньгами, можно сказать, практически гарантированно. Поэтому очень интересный этот инструмент. Я, может быть, вот цифру 1, 177, я поставил, потому что я, мне кажется, была 77, но мне почему-то кажется, что была 177. Здесь не готов сказать 100%, я на память эту цифру писал, потому что, мне кажется, здесь была ошибка. Это можно проверить. Даже сейчас могу это приблизительно прикинуть. Да, я прав. Первый, второй этап был, а вот 3, 0, 177, мне кажется, так. Ну, как бы не суть точно, да, то есть цифры эти на память писал, поэтому факт в том, что уже выплаты идут, хотя они должны были начаться, в принципе, только в этом месяце. Мы уже получили 3 раза, поэтому это очень интересный момент. Этим надо, конечно, пользоваться и рассказывать людям о том, что появился, наконец-то, такой инструмент, который дает сразу определенный возврат бонусов, который может изменить очень сильно жизнь. Есть у нас промоушены в компании, то есть объявили промоушены. Это апартаменты, то есть до пятилетия компании, это апартаменты с видом на море. То есть кто хочет получить апартаменты? Есть такие? Если есть, пишите «хочу» в чат. То есть объявлено 5 призовых мест. Вот первое место – это апартаменты с видом на море. Где этот вид, я как бы не знаю, я думаю, будет определена какая-то определенная стоимость, из-за которой можно это будет приобрести. Может быть, ну, в общем, пока неизвестно, где это. Второе и третье место – это автомобиль Mercedes E-класса, либо BMW 525, либо Lexus. Тоже вот можете написать «хочу машину», если вы её хотите. На самом деле, вот я тоже буду участвовать в этом промоушене. Я хочу… В принципе, мне всё нравится, что здесь предложено. Будем целиться на первое место, как говорится. Как говорится, целься в луну, чтобы попасть куда-то, попасть на вершину горы. И, соответственно, вот есть три варианта. Но это машина, в принципе, одного класса. Ну, кому какая нравится, как говорится. И четвёртое и пятое место – это отдых на Мальдивах, либо в Пухете на 10 дней. Поэтому, ну, вот интересны такие вот вещи. То есть можно, в общем, представьте, что вообще там кто-то там взял из ваших родственников, или вы сами. Поэтому, ну, это промоушен, это означает, что нужно выполнить определённые условия. И условия, они такие. То есть с 1 июля по 30 сентября получить ранг «Консультант» или выше. То есть для тех, кто уже является консультантом, то есть вот для меня, да, то есть и желает участвовать в промоушене, мне надо обновить. Ну, то есть как будто я вот сейчас пришёл, и, ну, потому что были у всех людей равные условия. То есть вот я буду сейчас это делать тоже. То есть начиная с 1 июля необходимо привлечь свой первый уровень партнёров в ранге «Консультант» и выше. Учитывается новый партнёр, который зарегистрируется с 1 июня, написано, ну, вот июня 2019 года. Объём структуры, то есть это общий объём, какой будет вашей структурой сделан, да, товарооборот 50 тысяч юнитов. То есть и за 3 месяца в кабинете. То есть это очень легко видеться, можно делать статистики, и вы видите, какая, ну, это определённая работа. То есть не такая большая работа, ну, то есть те, кто захочет апартамент с видом на море, либо «Лексус», «Мерседес», или «БМВА», или отдохнуть за счёт компании, то можно вот это как бы сделать, и это, в принципе, это достижимо. То есть, ну, бывают такие ситуации, то есть мне уже просто спрашивали, есть ли там два или сколько-то сделают одно и то же. То есть здесь будет тогда смотреться, у кого какой ранг, то есть если по объёмам будет одинаковая цифра, будут смотреться на людей, у кого выше ранг, и кто привлёк наиболее большее количество квалифицированных партнёров в первый уровень. То есть они будут получать, соответственно, ценный приз. В общем, советую вам разобраться с промоушенами и включиться в работу, да, потому что это, помимо того, что это будет приятно в виде и в портфеле увидеть определённое количество криптоинитов, потому что эта работа автоматически и благодаря этому получите это определённый доход, который будет очень интересно достаточно, да, ещё здесь вот такие бонусы в виде апартаментов и моря, либо машина или так далее, да, то есть или отдых. Поэтому очень крутые вещи, поэтому давайте включаться. Много написали «хочу». В общем, будем соревноваться, да. Вот, я тоже буду. То есть очень хорошая новость, что в закрытый клуб, то есть все, наверное, знают, ну, либо кто не знает, чтобы участвовать в программе, когда она ещё не стартовала, нужно попасть в закрытый клуб. То есть если вы зарегистрированы в компании SWIC или Академии частного инвестора и ещё не перешли в кабинет криптоюнита, то вход в закрытый клуб открывается за 10 юнитов. То есть вы можете в этих, ну, сделать в кабинетах покупку на 10 юнитов либо больше, и у вас появится возможность, значит, перейти в кабинет криптоюнита. Это возможность до конца месяца. Но хочу вам сказать, что вы сможете купить только два пакета. То есть минимальные пакеты – это от 53 юнита и за 100 юнитов, но до пяти пакетов за один этап. То есть открывается доступ к АИП до пяти продуктов. Это вот 53 юнита и за 100 юнитов. И один, который другой – 250 юнита до 8 тысяч. То есть смотрите, здесь действуют правила. То есть я хочу на это обратить внимание, что правила покупки по одному пакету, остаются, то есть одного номинала остаются. То есть если вы в этом периоде купили какой-то пакет, то вы в следующем уже не сможете такой пакет на этот номинал приобрести. За бонусные средства, то есть за те деньги, которые вы заработали благодаря своим действиям, то есть вы можете приобрести по одному разу, то есть за этап до 500 юнитов пакет. Надеюсь, вас не запутал. То есть если запутал, обращайтесь. Теперь поговорим для тех, кто о нас впервые услышал. И вообще для них слова СВИК, очи не имеют значения. Либо, может быть, слышали, принимали долго решение. То есть для тех, у кого нет кабинета СВИК и Академии частного инвестора, для этих людей есть супер-бонус. То есть при регистрации и верификации они получают в подарок 20 юнитов. То есть человек зарегистрировался и, соответственно, он может получить 20 юнитов, когда прошел процедуру верификации. То есть процедура рефикации подразумевает под собой загрузку документов, которые подтверждают личность. Хочу обратить внимание, что эта возможность есть у старых пользователей, то есть те, кто уже с нами сотрудничает. И она ограничена 50 новыми пользователями. То есть вы за этот месяц можете осчастливить 50 человек на этих условиях. То есть 50 человек могут получить 20 юнитов и уменьшить стоимость своей покупки. То есть, соответственно, они могут купить минимальный пакет, допустим, не за 53 юнита, а за 33. Либо там за 100 юнитов, а доплатить всего 80. И это колоссальнейшая возможность, поэтому пользуйтесь, прям рассказывайте, особенно те, кто еще не зарегистрировался. То есть эта регистрация напрямую проходит в кабинет CryptoUnit и точно так же, как в кабинете SWIG. Есть определенные моменты. То есть я хотел еще напомнить о том, что мы говорили про крипто-кошельки. То есть при пополнении личных кабинетов кошельков рекомендую, рекомендовано использовать именно криптовалюту, потому что это очень быстро, это без комиссии, и этому все равно надо учиться. Есть видео на канале, которое показывает, как это все сделать на нашем канале. Вот могу также попросить, если есть возможность, ссылочку на это видео в чат можно бросить, если она рядом. Если нет, то, я думаю, она будет в личном кабинете и на нашем официальном канале. То есть и правила здесь, они в принципе остаются там и так далее. Вот, поэтому еще раз скажу, 50 человек, то есть если вы уже вместе с нами, являетесь нашим партнером, то вы можете зарегистрировать напрямую без захода в компанию свеки оплаты 10 долларов нового человека. И этот новый человек получит еще 20 долларов в подарок при верификации, который он может использовать при покупке АИПа. Понятно здесь? Если понятно, напишите. Понятно. И напишите, что я воспользуюсь этой возможностью. Представляете, что вы будете, то есть вы дадите шанс, у вас есть такая возможность, счастливить 50 человек. Они получат подарок, и они, конечно, изменят свою жизнь и изменят свою судьбу. Это очень круто. Пользуйтесь этим шансом. Поэтому, понятно. Слава Богу, что понятно. Какие есть варианты в закрытый клуб? Потому что вход за 10 юнитов для тех, кто с нами, для тех, кто в кабинете, для тех, кто зарегистрирован в СВИК или в АЧИ, то есть есть несколько вариантов. То есть на сегодняшний момент значит, у нас за 10 долларов у нас доступ остался, да, то есть и в закрытый клуб. Так, вот закрытый клуб. За 100 юнитов, за 150 юнитов открывается доступ. Хотя, мне кажется, это вот слайд со старого. Давайте посмотрим еще раз. У нас. Те, кто зайдет у нас для новеньких людей, да, это понятно у нас, для старых пользователей, которые зарегистрированы в СВИК, еще не перешли в криптоюнит, вход закрытый клуб, открываться. То есть за 10 юнитов можно в этом месяце открыть и купить до одного пакета. Все, то есть этот слайд можно пропустить тогда. Давайте поговорим о предстоящих событиях, как бы очень коротко. Что первое у нас, это Экофест, дата проведения 17 августа. Билеты можно покупать на сайте фестиваля rsvsystems.com. Поэтому это прямая демонстрация силы многоуровнева краудинвестинга, потому что то, что мы сделали, это благодаря всем вам, всем людям, благодаря миру, как говорится. И сейчас это уже идет финальная стадия, которая покажет каждому человеку, особенно те, кто там не был, что можно сделать, когда люди объединяются. Самое интересное, что в этот раз проехать на транспортных средствах разных, а их уже несколько видов, смогут все желающие и не будут ограничения, потому что в прошлом году было всего возможность проехать 2000 человек. И в этом году будет возможно проехать каждому. Поэтому это очень интересно. Вы сможете увидеть, как все меняется. те, кто был уже несколько раз, а те, кто не был, прям обязательно рекомендую там появиться. На следующий день будет наша конференция, международная научно-практическая конференция, посвященная НЭМИ, то есть новой экономической эволюции мира. То есть и, соответственно, условия участия, то есть на этой конференции должны быть только наши партнеры. то есть это приглашенный плюс, то есть покупка в СВИК от 5 юнитов, да, и плюс лично покупка от 10 юнитов в АЧИ, либо в криптоюните от 50 юнитов. Поэтому смотрите, кто принимал участие в Экофесте 2019, купил любой АИП в кабинете криптоюнитов в период в август, с 1 августа по 31 августа на сумму от 500 юнитов, будет начислена компенсация за транспортные расходы, баллами, то есть криптоюнит. Поэтому те, кто приедет на Экофест, еще раз, да, то есть те, кто приедет на Экофест, там побудут, на следующий день придут на конференцию, в течение августа месяца приобретут пакет на 500 юнитов, им будет сделана компенсация транспортных расходов, которые они потратили с подтверждением чеков на приезд на Экофест и обратно. Поэтому это очень крутая возможность, когда такая возможность была у меня, всегда я пользовался, и всегда всем рекомендую это делать. Самое грандиозное событие, которое ждет нас в этом году, это пятилетие нашей компании, и оно называется у нас Эвенти СВИК 2019. То есть это будет 12-13 октября, это будет целый стадион, то есть там будет очень большое количество людей, и если вы как бы нацелены с нами серьезно, вам просто там необходимо оказаться. То есть будет очень плотная программа, я туда советую приехать и поставить селиси с новыми уровнями. Если кто-то не знает про уровни, можете спросить, либо узнать это чуть-чуть попозже, то есть те, кто вас пригласил. То есть 11 октября будет тренинг для менеджеров, то есть это будет в Нью-Дейли. Непосредственно 12-13 – это само мероприятие, это СЕВНТИ СВИК 2019. Семинар по финансовой грамотности тоже Нью-Дейли. И после этого эксклюзивное обучение для лидер-менеджеров СВИК и выше уже на ГОА. Поэтому такая плотная программа, тем более сейчас есть уже возможность приобретать билеты. На сегодняшний момент есть билеты за 1000 долларов, то есть вы можете смотреть на пятом этапе. Но в этот билет входит уже определенный пакет крипто-токенов, крипто-юнитов. То есть 100 тысяч крипто-юнитов вы получите. И бонус, когда вы приедете и подтвердите, пройдете, то есть когда вы будете присутствовать непосредственно на мероприятии, то вы еще получите 100 тысяч. Стоимость билета, она постоянно растет. С каждым месяцем, чем ближе мероприятие, тем стоимость билета будет больше. Поэтому билет, который был за 200 метров, его уже нет. Но в этот билет не входят токены. Поэтому Андрей Федорович говорит, что это мероприятие, которое будет помнить несколько десятилетий. Это очень крутое будет фееричное шоу. И поставьте себе цели, задачи, чтобы вы там обязательно оказались. Сделайте все для этого. Сделайте новые уровни, сделайте новый доход. Привезите команду людей с собой. И если вы это сделаете, вы увидите, как это все будет потом работать на вас. Я на сегодняшнее время закончил. Готов ответить на вопросы, если у вас они есть. Суть программы я вам объяснил. И благодарю вас за внимание, что вы в субботний день ждали, то есть приглашали людей, что очень много новеньких. Мне это очень приятно. Прошу прощения, что немножко задержались. То есть бывают технические какие-то моменты, накладки. Но, как говорится, Бог все усмотрит, и вы получили сегодня ценную информацию. Если было полезно, можете написать плюсики, что было полезно. Я начну читать вопросы. Так, где можно посмотреть запись? Запись укладывается на официальном канале нашей компании. Можно ли перевести часть акций в криптоюнит? Нет, нельзя. Это абсолютно разные программы, чтобы вы понимали. У нас нет акций. Еще раз, да. У нас есть доля компании. Мы продаем обучение. Мы продаем образовательный информационный продукт. Бонусом к вам к этой покупке идет возможность, если мы говорим про SWIG, возможность стать совладельцами компании Skyway, которая реализовывает транспорт второго уровня. Сейчас программа криптоюнит, это отдельная программа, которая включает себя в самом начале, я говорил, что человек становится дольщиком, совладельцем глобального портфеля, куда входит много-много инструментов. То есть и вы получаете оттуда дивиденды, вы получаете бонусы по программе лояльности, вы получите возможность увеличения капитала из-за роста и получите возможность получать по маркетинг-плану и партнерской программе. Поэтому это вообще абсолютно две разные категории. Это невозможно сделать. Почему 101, а не 0,274? Интересно, почему у вас получилась цифра 0,274, вот 3 0,274? Потому что идет расчет от той суммы, которая собрана. То есть есть аналитика абсолютно прозрачная и считается на распределенное количество, то есть криптоюнитов, которые уже у людей на руках имеются, либо отписаны в сертификатах. Поэтому если у вас есть определенное количество баллов на КРУ, оно делится на ту сумму, которая необходима к выплате, и появляется такая цифра. То есть это просто математический расчет. Так, где посмотреть про программу лояльности? Программа лояльности. Посмотрите, отчетный вебинар Андрея Федоровича Ковратова или кто проводил Максим Иссы, поэтому там есть проект. Так, и в кабинете, в документах, если вы зарегистрированы в кабинете КРУ, программа лояльности тоже должна быть в документах. 16 слайд. Давайте посмотрим. 16 слайд. 18 слайд. 36 слайд. 16 слайд. 17 слайд. Продолжение следует... Данные, да, за то, что он поддержал, он получил возможность, то есть вот получил 20 юнитов в подарок, то есть мы имеем такую возможность. Соответственно, потом он может перейти, возможно, в кабинет свига после, да, но я думаю лучше сделать так, то есть зарегистрировать сначала кабинет на криптоюнит, а с кабинета криптоюнит, я думаю, будет возможность перейти в свиг, поэтому я бы сделал так. То есть 100% гарантию не могу сказать, что новенький, если зарегистрируется в свиг и перейдет туда, скорее всего нет, потому что если ты в свиге, то ты, чтобы попасть в программу, тебе надо попасть в закрытый клуб, поэтому здесь лучше, да, людей доносить, ну сразу, то есть если у вас есть новые люди, и эта акция нацелена в первую очередь на новых людей, да, то есть они те, кто там может быть думал или еще что-то. По поводу, как создавать кошельки, есть видео, еще раз, может быть сейчас, ребята, техническая поддержка, спасибо вам огромное. Если у вас есть ссылочка на видео, которая показывает, как оплачивать, как создавать кошельки, то есть видео инструкция, сбросьте, пожалуйста, в чат, это людям очень поможет. Можно сбросить ссылку на наш официальный канал. В каком объеме будут отписываться криптоюниты по этапам. Есть эти таблицы, то есть для этой презентации эти цифры не нужны, потому что это вводная презентация, то есть всего криптоюнитов будет 80 миллиардов, ни больше, ни меньше. Поэтому по этапам они расписаны, определенные есть дисконты, формулы. То есть я эти цифры наизусть не помню, поэтому не готов ответить вам вот прямо сейчас. Вы можете эти цифры увидеть, когда был старт программы, где Андрей Федорович показывал и объяснял, что это программа криптоюнитов. Он показывал прям целые таблицы в слайдах и там по всем этапам, я думаю, там можно цифры найти. Если человек получит в подарок 20 юнитов, но больше ничего не приобретет, они у него сохранятся. Вы смотрите, если человек получит 20 юнитов, он сможет приобрести у нас минимальный пакет 53 юнита. То есть он сможет приобрести минимальный пакет. Соответственно, вывести он эти деньги не сможет. То есть он сможет только добавить и купить. И для кого-то это может быть будет ценным. Потому что у нас люди платят огромные деньги, чтобы попасть просто в закрытый клуб криптоюнитов. И поэтому здесь нужно объяснять ценность. То есть если человек не готов даже добавить 33 доллара, может быть, он тогда не нужен вам. Пускай думает. Дайте ему 8 правил частного инвестора, пускай изучает. Есть таблица выплат дивидендов, начиная с 4 месяца. Она актуальна или нет? Ребят, смотрите, еще раз повторюсь. Мы можем только предполагать, какие будут дивиденды, исходя из какого-либо прошлого опыта. Дивиденды будут выплачиваться на 4 месяц, как говорилось, по программе лояльности. Вообще дивиденды запланированы по выплате, насколько я помню, после выхода на СО, то есть когда мы закрываем. То есть уже идут сформированные активы и так далее. Сейчас не готов я ответить, когда будут выплачиваться дивиденды, потому что процент, который получается сейчас по портфелю, мне кажется, он уже распределяется. Если он, возможно, уже выплачивается, то есть я этой информацией сейчас не владею. Здравствуйте. Николай, спасибо. Ссылочка на канал. Смотрите, вот Николай сбросил ссылку на официальный канал SWIG. На этом канале есть видео, как зарегистрировать криптокошельки, как оплачивать криптовалюту и так далее. Вы можете зайти, подписаться на наш канал, вы не будете пропускать важные какие-то события, мероприятия. И, скорее всего, запись этого вебинара будет тоже вложена на нашем канале. Так, Вилли, я из Германии. Сколько выпадает в четвертом ОПН1 КРУ? Непонятно слово «выпадает». Сколько будет начислений? Я показывал слайд по начислениям. Сейчас. Четвертый этап. Вот цифры. 0,000101, то есть миллионная получается, 101 миллионная. То есть вы можете взять ваше количество баллов КРУ и умножить на вот эту цифру. 0,000101 и вы получите сумму бонусов к начислению, которое вам будет бонусом зачислено. Почему это неверно? Эту цифру дали нам финансовые директора, которые и эта цифра будет использоваться при расчетах и начислении. Ну, я с вами как бы дискутировать здесь не могу. Я думаю, наверное, я финансовому делу буду доверять больше, чем пишете вы. Можете обосновать свою цифру, как вы так посчитали, что должно быть именно столько. Есть еще вопросы? Так, ну все. Вопросов уже, я смотрю, нету. Кроме вот этих моментов по начислениям. Какие начисления будут, вы можете смотреть официальные новости в кабинете. Какие начисления будут, то есть какие цифры будут. Поэтому это будет писаться. По поводу первого, второго этапа. Я эту цифру добавил, было здесь 4,077, я добавил 1, потому что, насколько я помню, была именно эта цифра. Могу ошибаться. Всех благодарю за внимание, что в субботний день вы инвестируете свое время в свое образование для того, чтобы разобраться, понимать, что это такое. Потому что мне с первого раза это понимается, и для кого-то это новое. Сознание человека устроено таким образом, то, что новое, неизвестное, оно блокирует сначала информацию, а потом оно начинает потихонечку просачиваться. Поэтому приходите, смотрите в записи, может быть, приходите на следующие вебинары и дайте возможность 50 людям, поставьте себе план новым 50 людям, дать эту возможность, пусть они получат в подарок образование, то есть 8 правил частного инвестора, как минимум. Пусть они разберутся, получат 20 юнитов в подарок себе в личный кабинет, потом он скажет за это спасибо. Может быть, разберутся и начнут дальше это дело продвигать, рассказывать, какие бывают возможности. И это очень важно. Также себе запланируйте оказаться на всех мероприятиях, потому что это новые точки роста, это новые пути достижения ваших вершин, чтобы жить жизнью нового качества, жить жизнью вашей мечты. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok